На каждую семью мобилизованных будет составлен социальный паспорт военнослужащего, чтобы жены и дети получали всю необходимую поддержку. Такое поручение губернатор Дмитрий Азаров дал главам всех районов Самары. Самарская область – первая в стране, где будет реализована такая инициатива. Главы районов уже встречаются с матерями и женами. Родных интересует, какую материальную поддержку они получат. Женщинам рассказали, что они могут рассчитывать на все льготы, которые полагаются семьям контрактников. Свои вопросы матери и жены, тех, кого недавно мобилизовали и кто совсем скоро отправится в зону СВО, озвучили на встрече с главой Куйбышевского района Самары Алексеем Коробковым. Муж Анары Курмангалеевой – начальник медслужбы. Говорит, когда пришла повестка, долго не раздумывал. Я рада за своего мужа, потому что как только поступил звонок с военкомата, он у меня буквально в течение 20 минут собрал сумку и уехал. Он у меня очень такой патриотичный, настроенный человек. Кто, если не мы? Он всегда так говорит. Мы как тыл стараемся психологически поддержать наших мужей. И нас не оставляет государство. За это большое спасибо. Мы надеемся на все лучшее, что наши мужья исполнят свой долг, которым они непосредственно призвались по мобилизации, и вернутся домой. Татьяна Татаринова говорит, после встречи волнения улеглись. Поняла, что она не одна и может рассчитывать на поддержку районных и областных властей. Всегда приятно, что ты не бросишься в какой-то ситуации. У нас муж тоже стержнем был в семье, он и есть стержень. Я стараюсь его всегда поддерживать, дочка поддерживает. Если вот сейчас есть возможность созваниваться, мы созваниваемся. Ни в коем случае не унываем, стараемся как-то возбодрить его. Конечно, очень важно было нам всем собраться вместе. Во-первых, чтобы каждая из них поняла, что она не одна. Поняла, что, во-первых, есть еще точно такие же жены, матери. И, конечно, в коллективе это все гораздо проще, и вопросы у них общие. Конечно, важно было донести, что они совершенно точно не остаются одни, что мы со своей стороны и вообще все органы власти весь период мобилизации, пока наши защитники защищают Родину, они не будут оставлены одни. Все их вопросы будут решаться максимально оперативно, что они будут пользоваться самым приоритетным вниманием. На встрече прозвучали и вопросы личного характера. Некоторые из мобилизованных нуждаются в определенных лекарствах, другим требуются некоторые вещи, связанные с профессиональной деятельностью. Глава района уверил, что каждая просьба взята на контроль, и все необходимое в ближайшие дни будет передано мобилизованным через родственников.